Всем добрейшего времени суток дорогие друзья, приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. В этом видео мне хотелось бы вам рассказать про видеокарту RX 5700 XT и разобраться так ли хороша будет самая топовая карта на новой архитектуре RDNA. Ну а перед тем как мы перейдем к обзору RX 5700 XT не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, а поддержать канал донатом можно по ссылке в описании. И перед тем как начать колупаться в дебрях новой архитектуры нужно понять в общих чертах что сделала компания AMD. Еще в далеком 2011 году они выпустили видеокарту HD 7970, которая была первой видеокартой на архитектуре GCN. И вплоть до выхода графических процессоров Navi все видеокарты были построены на том же GCN. Архитектура была неплохая в далеком 2011 году и она даже могла конкурировать с Nvidia какое-то время. Однако весь потенциал видеокарты GCN раскрывался только в расчетах общего назначения, в то время как в играх количество кадров явно проигрывало зеленого чипмейкеру. И вот благодаря архитектуре Тюринг Nvidia совершила очередной скачок в энергоэффективности. И теперь стало совершенно ясно, что дальше AMD уже не может ехать по накатанным рельсам. Кроме того, архитектура GCN, несмотря на постоянные оптимизации, которые происходили в каждом новом поколении, не располагает таким новаторскими функциями, как аппаратное ускорение трассировки лучей и обработки данных методом машинного обучения. Nvidia же по всем этим причинам чувствует себя более свободно и не стесняется проводить резкие изменения в архитектуре GPU. Неспроста ее обвиняют в том, что современные игры, рассчитанные на Direct3D12 и Vulkan, очень плохо работают на старых видеокартах архитектуры Kepler и Maxwell. Все дело в том, что Pascal и Тюринг очень сильно отличаются от прошлых поколений зеленых. Однако для ускорителей Radeon все-таки настал судьбоносный момент. Как утверждает AMD, над принципами архитектуры RDNA компания работала в течение 8 лет, и RDNA, в отличие от GCN, всецело сфокусирован на быстродействии 3D-приложений. Это еще совсем не значит, что RDNA не подходит для вычислений общего назначения. Но место в этой нише по-прежнему будет занято существующими и наверняка грядущими продуктами на основе GCN. Ведь AMD наконец-то последовала успешному примеру Nvidia и отныне собирается поддерживать два отдельных направления архитектуры GPU. RDNA для игровых ускорителей и GCN для серверов и рабочих станций. И давайте немного разберемся, что из себя представляет сам кристалл. Обычно львиную долю каждого современного GPU занимает массив шейдерных ALU. AMD называет их потоковыми процессорами, а Nvidia ядрами CUDA. Но в целом и тот и другой блок выполняет одну функцию – арифметические операции над данными. Но сила GPU заключается в том, каким образом организована совместная работа шейдерных ALU. 3D-рендеринг и масса вычислительных задач подразумевают выполнение однотипных действий над массивом разных операндов. Поэтому вычислительные блоки внутри чипа группируются так, чтобы одна инструкция могла занять в одно и то же время несколько ALU. А данные поступают на обработку в виде нескольких потоков. Группа из 32 потоков терминологии Nvidia называется Warp. GCN же оперирует группами по 64 потока под названием Wayfront. Соответственно, каждая инструкция Warp или Wayfront позволяет выполнить необходимую операцию на 32 или 64 оперантами. А основным строительным блоком архитектуры GCN является Compute Unit. Именно его, а вовсе не отдельные ALU можно считать аналогом ядра центральных процессоров, поскольку только Compute Unit целиком обладает способностью декодировать и отправлять инструкции на исполнение. И чтобы больше адаптировать свою GPU под производительность в 3D-приложениях, AMD перешла от 64 поточных к 32 поточным Wayfront. Compute Unit теперь содержит два потока данных по 32 векторных ALU, и каждый поток снабжен отдельным планировщиком. Compute Unit архитектуры RDNA рассчитан на исполнение двух инструкций в течение одного такта, в то время как Compute Unit чипов GCN исполняет четыре инструкции в течение четырех тактов. Тем не менее, темп исполнения одной инструкции в четыре такта, свойственный GCN, был изначально установлен не без веских оснований. Пока инструкция бегает на потоке данных в течение четырех тактов, Compute Unit может дождаться получения данных, необходимых для следующей инструкции, например, из оперативной памяти. А архитектура RDNA, напротив, пролетит через инструкции Wayfront, пока не столкнется с необходимостью ожидания данных. Конечно, поток данных в этот момент может переключиться на один из 19 других Wayfront, но возможно и альтернативное решение проблемы. RDNA допускает работу со старыми 64-поточными форматом Wayfront. В таком режиме инструкция широкого Wayfront отдаётся на исполнение в два приёма, и в период обработки за два такта латентность в ожидании отсутствующих данных эффективно маскируется. Получается, что новая архитектура более оптимизированная для быстрой обработки данных, и в целом мало чем уступает тюрингу от конкурентов. А наша сегодняшняя видеокарта RX 5700 XT получила самый топовый чип Navi 10, а самым крупным объектом в чипе Navi является Shaders Engine. В составе Navi 10 их два. Каждый содержит по 20 Compute Unitов и массив конвейеров растеризации. Таким образом, полнофункциональная версия Navi 10 включает 2560 шейдерных ALU и 160 блоков фильтрации Textube. Среди чипов прошлого поколения можно безошибочно назвать аналогом подобной конфигурации старший чип семейства Polaris. Только Polaris, несмотря на две ревизии после его дебюта в составе RX 480, все-таки не дорос до 40 Compute Unitов. Также Navi 10, как и старший Polaris, обходится 256-битной шиной памяти. Но высокая пропускная способность GDDR6 гарантирует более эффективную скорость доступа к данным. Однако на рынке можно найти две вариации видеокарты RX 5700. Старшая модель Radeon RX 5700 XT оснащена полностью функциональным чипом Navi 10, который включает 40 вычислительных модулей. А младшая версия Radeon без приставки XT располагает всего 36 Compute Unitами. А число векторных ALU и текстурников сокращено до 2306 и 144. Таким образом, Radeon RX 5700 является аналогом Radeon RX 580 и RX 590 по конфигурации основных вычислительных ресурсов. А Radeon RX 5700 XT в этом плане представляет собой то, чему не суждено было стать любым ускорителем на чипах Polaris. Но насколько велика теоретическая вычислительная мощность этих видеокарт по сравнению с видеокартами на чипах Polaris и Vega? По голым терафлопсам Radeon RX 5700 XT уступает Vega 56 на 7%, а Radeon RX 5700 без XT лишь на 12% превосходит видеокарту прошлого поколения RX 590. Кроме того, Vega располагает огромным массивом блоков фильтрации текстур от 224 до 256 в зависимости от конкретной версии графического процессора. Но не будем забывать, что архитектура RDNA обещает увеличить игровое быстродействие на 25% по сравнению с GCN. Однако это всего лишь цифры. И давайте посмотрим, на что способна RX 5700 XT на практике. По количеству кадров она легко обходит RTX 2060 Super, что неудивительно, ведь стоит она явно дороже, чем зеленая 2060 Super. А вот если сравнивать ее с RTX 2070 Super, то тут она выступает либо наравне, либо слегка проигрывает. Но давайте посмотрим на цены. Самая простая RX 5700 XT сейчас стоит 43 тысячи рублей, а самая простая RTX 2070 Super обойдется всего на тысячу дороже. И вот тут проглядывается уже действительно серьезная конкуренция. Как правило видеокарты AMD потребляют больше зеленых, но TDP у этих двух видеокарт практически равное. А если быть точным, то 210 против 215 ватт. И получается, что единственным отличием для конечного пользователя выступают лучи, из-за которых многие и покупают, именно RTX 2070 Super. В то время как RX 5700 XT поддержку лучей еще не получила. Но если здраво подумать, то именно RDNA стоит в консолях нового поколения. И именно она будет отвечать за отрисовку всех лучей. Получается, что с приходом лучей RX 5700 XT станет примерно на один уровень со своим прямым конкурентом. Но не все так просто, как хотелось бы. Все дело в том, что лучи в RTX обрабатываются специальными ядрами. А в RX 5700 XT они будут обрабатываться параллельно со всеми данными. И выходит, что при включении лучей на карте красных вы потеряете больше кадров, чем на карте зеленых. Однако это все еще в теории и как будет в реальности, можно будет сказать только после выхода этих самых лучей на картах AMD. Но пока что видеокарта RX 5700 XT смотрится очень интересно на фоне зеленой RTX 2070 Super. И посоветовать к покупке какую-то определенную видеокарту попросту нельзя, ведь по факту они практически равны. Но если вы хотите себе приобрести RX 5700 XT, то я оставил в описании ссылки на самые удачные модели. А если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. И я хочу вам напомнить, что вы всегда можете задать любой интересующий вас вопрос по сборке ПК в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Но я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!